Денис, приветствую тебя на нашем местном эфире в очередной раз. Сегодня мы с тобой по горящим следам после заседания Банка Англии. Фонд активно входит, я думаю, что он сохранит с собой потенциал такого же волатильного актива вплоть до конца текущей сессии, тем более, что уже совсем скоро, буквально через 55 минут, начнет вещать новоиспеченный глава Банка Англии. И, разумеется, он априори должен еще больше раскачать эту волатильность. Давай тогда перейдем сразу к демонстрации экрана. Ты мне тогда дашь обратную связь, как там пошла или нет? Вроде уже дашь. Да, все отлично видно. Пару слов по поводу прошлых рекомендаций. Начну я с рынка криптовалют с биткоина, который в целом довольно неплохо смотрится сейчас, даже сегодня с открытия дня прибавляет уже несколько процентов. Текущие котировки 9292 доллара за один биткоин. Повторюсь, что цели прежние. Это ближайший тест сопротивления 10 тысяч и вытьяли бы последующее закрепление уже повыше, поближе к уровню 12,5 тысяч. Но сейчас не буду туда скроллить далеко до такого значения. Почему сохраняю интерес к биткоину? Потому что есть фундаментальные предпосылки, а я как фундаменталист, разумеется, если есть такая опора, но ее игнорировать нельзя. Представщий хаудинг уже следующий вторник. Друзья, все меньше времени остается. То есть те, кто все-таки попробовать хочет, урвать вот эту спекулятивную возможность, еще пояс не ушел. Есть еще время сделать это, присмотреться к покупкам как с текущих значений, так и, например, при условии отбоя с отметки 9 тысяч. Также я в прошлый раз комментировал ситуацию с евро. То есть у нас были короткие позиции. Я рекомендовал продавать с уровня 1,0840. В целом европейская валюта снижается. Я думаю, что вопросов такой динамики сейчас быть не должно. Еврозоны — это один из самых уязвленных пандемий регионов сейчас. И в данном случае распродажи, которые мы видим на этой неделе, они связаны с решением Конституционного суда Германии, который я поставил под вопрос полномочий Европейского центрального банка относительно действия программы количественного смягчения. Но я думаю, что все в конце концов разрешится, и ЕЦБ начнет, как и раньше, полить снова колоссальные деньги на покупки облигаций. Вчера еще вышел слабый отчет по производственным заказам. Там спад минус 12. Точнее, какой 12%? Там снижение, если мнение изменяет память, 15,5% было. И для сравнения, даже в кризисном 2008 году производственный сектор Германии уходил ниже 10%. Еврокомиссия еще пересмотрела прогноз экономического роста до минус 7,7% до конца этого года. И все сейчас, Денис, реально поговаривает о том, что евро-доллар пойдет снижаться к уровню 1,05% и ниже в район паритета. Ну, до него далеко. Я пока рекомендую руководствоваться скромно целью, как раньше было отмечено, 1,07%. Сегодня предлагаю обратить внимание на то, что происходит с британской валютой. В принципе, буквально несколько часов назад, скажем так, прошло заседание Банка Англии. Никаких изменений в основные параметры денежно-кредитной политики внесено. Не было ставка на отметке 0,1. Объем выкупа активов свыше 600 миллиардов фунтов. Однако те, кто делал ставку на снижение британца, рассчитывали то, что уже по итогам заседания Банка Англии, он анонсирует расширение программы количественного смягчения хотя бы на 200 или на 100 миллиардов фунтов. И двое из девяти голосующих членов в принципе проголосовали за это, но большинство не поддержало данную инициативу. Сегодня еще есть возможность все-таки услышать о доп. мерах экономического стимулирования от господина Бейли, который не так давно заступил на пост главы Банка Англии. Я думаю, что он подтвердит готовность при необходимости помогать экономике через, опять же, возможность смягчения политики в виде снижения ставок и увеличения объемов программы английской QE. Поэтому по фунту я предлагаю, собственно, действовать. Уже сейчас у нас интересная вот свеча, часовая, по классике Белый Вильямс, это вообще разворотная свеча и с ангуляцией, и против тренда. В данном случае можно брать продажи с текущих значений. Помню, что ты не любишь заходить в рынок с... Ну, я покажу еще свое мнение. Да, но я все-таки рискнул, тем более, что есть еще фундаментальные предпосудки для этого снижения цели. Друзья, отметка 1.20, 1.56 и потом уже снижение в районе отметки 1.20. Ну и также можно рассмотреть сегодня нефтянку. Очень хорошую коррекцию рынок нефти дал за время вчерашних торгов. Сейчас по бренду котировки 29.46. Я предлагаю все-таки приобщиться к идее того, что эта коррекция может перерасти в новое нисходящее ралли и попробовать продать с уровня 28.85-28.80 до отложки селл-стоп. Опять же, как ни крути, признаки смягчения карантина не есть, но это не снятие всех мер ограничительных, которые действуют по-прежнему в мировой экономике, которые не дают авиационной промышленности восстановиться. А без нее, разумеется, не будет нужного спроса на авиационное топливо и не будет прежнего восстановления спроса на весь сектор энергетики. Вчера еще вышли данные по запасам нефти. Они показали увеличение запасов 15-ю неделю подряд. И пусть это даже скромная цифра, там около 5 миллионов роста вместо прогнозируемого 8 миллионов, но все равно это статистика со знаком плюс. И, разумеется, по итогам прошлой недели свободных мест для хранения нефти стало еще меньше. То есть до экспирации июньского фьючерса до 20 мая, я думаю, что фонды будут перекладывать средства в контракты с более поздней экспирацией. Это снизит ликвидность, а выход из этих сделок может стать причиной дополнительного давления на нефтянку. Поэтому цель ближайшая – это сначала в район 25 долларов за баррель и последующее снижение уже к уровню 22. Думаю, что реально можем добраться до этих значений. Денис, слово тогда тебе передаю. Так, эстафету принял. Показ рабочего стола тоже сделал. Думаю, меня уже должно быть слышно и видно. Да, смотри, по евро у меня изначально на прошлом как раз в нашем стабобрифинге позавчера вот здесь находилась зона поддержки. Это действительно сильная была зона поддержки, потому что уже показывал. Здесь неоднократно было тестирование крупных профилей, но цена подошла. Реакции не дала никакой. Тем более появление вот такой четырехчасовой свечи мои планы полностью поменяло. То есть я, можно сказать, по рынку переобулся. Потому что после появления подобных вещей, ну, блин, крайне редко, чтобы цена вот так ушла вверх. Это мега редко. Вот, поэтому я еще раз пересмотрел эти моменты, видел, да, здесь есть ближайшая поддержка, еще одна, но она мне, если честно, не очень нравится. Особенно учитывая то, что у нас эта неделя является для месячных акционов по валютам экспирационной, то есть, следовательно, буду стараться закрепить месячные границы приблизительно так, чтобы максимально неудобно было всем. Следовательно, я вот ожидаю, смотрю, там, где наиболее такие жирные, мощные приросты и нижние границы рынка, это, получается, вот запасная зона, которая у меня была до этого сделана, но она, как, была актуальна еще, помню, две недели назад я к ней целился, но, как видишь, цена сюда не дошла немного. И по-прежнему она здесь остается на том же месте, 1.0590, 1.0650. То есть вот в этом диапазоне, на самом деле, очень сильная и поддержка, уровень стратегической поддержки находится, плюс граница нисходящего канала, плюс опционные, недельные и чуть ниже месячной границы уже следующего месяца и следующих двух недель, потому что экспирация неделек будет потом. Поэтому, следовательно, я думаю, что какую-то гадость нам все-таки попытаются еще подкинуть и все-таки смогут провалить, потому что с текущих, ну, пока никакого сигнала нет, чтобы в текущих вот что-то появилось, нужно нормальное полноценное перекрытие вверх. Об этом пока говорить еще рано, поэтому гадать не хочется, и лучше в данном случае уже не плевать действительно против ветра, потому что, в принципе, это нисходящее движение у нас на данный момент доминирует. Что по поводу фунта? Я полностью поддерживаю твои продажи по фунту, и более того, я еще с утра, когда здесь коррекция только начиналась, еще цена там была в районе 23.40, еще до ставки, показал для своих тоже ребят, что очень возможно коррекция вверх в области накопления. У нас, вот, обратите внимание, получается раз, и вот два. Два ключевых недельных профиля накопления сделаны, вот они красным цветом подсвечены, плюс также у нас вверху, вот она, кульминационно такая жирная, большая, свеча с полной лосятины, вот здесь, особенно вверху. Ну, и следовательно, подобные вещи, они в огромном, в большинстве случаев, я бы сказал, процентов 80, в минимум случае происходит тестирование данной области накопления в сочетании зоны продавцов, и также еще и контрактный депо, вот синим цветом ломаная линия показана, и отсюда реакция вниз. Поэтому по фунту я действительно ожидаю тоже снижение, причем здесь пока сложно стоять наверняка с целями, но я для себя ставлю в район, если у среди, то где-то, имею в виду значение, то где-то в район 1.22 приблизительно сюда, то есть у нас раз экстремум, два экстремум, между ними маржинальная зона, а опционная граница вообще находится низко, если брать недельные. Поэтому, в принципе, думаю, на 1.22 примерно в этот район будет приоритетное как раз движение. И плюс ко всему, вот также еще чуть-чуть детальнее по часовому графику, у нас наиболее сильный за эту неделю пока что проталкивающий объем появился, точнее, вот в данной свече. При этом вот видно саму степень накопления внутри самого падения, и плюс положительный аккумулятивный за вчерашний день с отрицательной реакцией, это признак того, что у нас приоритет по-прежнему сохраняется вниз. При этом сегодня вот если выбирать на часовом графике из двух свечей, то есть свеча, которая вот была роста, плюс обратная свечка, то у нас более крупный объем находится именно вот в этой обратной свече. То есть это уже означает, что здесь мы имеем дело с кульминацией. Поэтому я за продажей, однозначно. Касательно нефти, здесь я тоже за продажей, но единственное, я не сильно далеко целюсь. Я считаю, что у нас будет движение вот в данную область, это зона покупателя. Она может быть еще чуть-чуть переформатирована, потому что есть как бы это так называемая совмещенная зона и могут даже к нижней границе ее дать. Но в целом все равно приблизительно к этой зоне рассчитывают движение. И как ты уже правильно сказал по поводу того, что карантин смягчает, но этого еще недостаточно, потому что в принципе мало, как они там, по фазам делят, да, вот это смягчение, то по многим странам еще достаточно слабые его смягчили, и только со следующей недели будет вторая фаза смягчения. Через неделю будет третья фаза, у кого-то там еще четвертая. Каждая страна, кто как хочет, таки послабляет. Поэтому, следовательно, я думаю, что нефть все-таки не так прям плохи у нее дела, но коррекцию, думаю, все-таки продлят. Действительно, если брать марку VTI по июльскому контракту, получается 20,75-22,75, приблизительно в этот диапазон, к одной второй маржиналке, здесь как раз у нас недельная граница, а вот следующий уже, чрезвычайно, где внизу, но, думаю, это далековато, не факт, что туда снова спустят. Так что, в принципе, да, я с тобой согласен, то есть движение вниз, я его тоже вижу и более чем с ним соглашусь. Единственное, только потом с этой зоны буду рассматривать возможность для входа в покупку. Лимит не ставлю, буду смотреть исключительно по реакции. Спасибо тебе, Денис. Уникальный у нас с тобой случай, когда, в принципе, ожидания полностью совпадают, но, может быть, это и есть как раз та самая золотая истина. На всю котлету? Что-то вроде этого. Денис, впереди у нас еще non-parm parallels, пятницу, то есть с понедельника, когда мы с тобой увидимся, точно будет о чем поговорить и, может быть, даже попробуем это так, как идея, посмотреть, что есть в плане возможностей по индексу американской валюты. Как раз у себя на канале его опубликовал полчаса назад. Супер тогда. Тем, кто, друзья, еще не присоединился к каналу Дениса, у вас есть возможность это сделать. Денис, ну тогда хорошего у тебя закрытия недели, хорошей торговли по non-parm и замечательных выходных. Спасибо тебе тоже. Отличных выходных. Тогда до встречи во вторник. Точно, да. Счастливо. Пока-пока. 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 Пока-пока.